Сейчас будет второе вступление, уже к посланию Ефесянам Конкретно, вы поняли, я хочу говорить про еврейские вещи и про базисные вещи Очень базисные И я начну с того, что прочитаю из Откровения Иоанна Опять-таки подчеркну, могут быть здесь среди нас или слушающие люди, которые не согласятся с тем, что я говорю У меня нет никакой причины с вами спорить Я говорю, вы слушаете, делаете выводы и свои выводы оставляете, ну как бы сами с собой Хотя, если будут какие-то вопросы, пожалуйста Откровение апостола Иоанна Господь является ему, первая глава говорит об этом Некоторые вещи, когда я читаю, они понимают, как это случилось Он стоит, ангела послал, или он сам ангел Не могу понять, до конца не так важно Но, вторая глава начинается с послания семи церквям, как здесь написано Семь церквей И напиши, ангелу Ефесской церкви напиши И потом ангелу следующей церкви Следующей, 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 следующей церкви Напиши разные слова И здесь я хочу показать вам интересную деталь Пожалуйста, присмотритесь, каким образом Ешуа сам открывает о себе тому или иному ангелу той или иной церкви Очень интересная динамика Вы сами будете сейчас делать выводы из того, что вы будете слышать Чтобы, ну, ангелу Ефесской церкви напиши Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей Ходящий посреди семи золотых светильников То есть, кто-то называет себя определенными титулами Я вам дам понятие, это немножко с другой стороны Все читали книгу Толстого Петр Первый? Все какие-то информации про Петра читали Петр пишет крымскому султану И пишет Тебе пишет царь всея великие и малые и белые и серые и разные руси Пожалуйста, держись подальше от нас, тебе будет спокойно То есть, когда он называет себя Я, который владеет всем этим Он как бы показывает свою, ну, выражает, что он император, царь Улавливаете, о чем я говорю? В другой раз он пишет письмо Фридриху Какому-нибудь австрийскому канцлеру Говорит, братан Фридрих Помнишь, как мы здорово с тобой провели время на рыбалке? Здесь уже вот этого я, всея, великие, могучие, ничего нету Он просто выражает себя, как друг и брат То есть, когда человек себя именует кем-то В таких посланиях В письмах таких Он преследует определенную цель Чтобы у человека создалось Читающего создалось какое-то впечатление Здесь впереди есть места Давайте мы быстро сядем, чтобы не мешали И давайте отключим всю электронную технику Еще говорит Сей, держащий семь звезд Десните свои, ходящий посреди семи золотых светильников В чем у вас есть ассоциация, когда вы читаете Слышите такие слова Вот кто-то Ходит посреди семи золотых светильников Ну Никаких мыслей У вас не имеющих Скажем, первосвященник Или священник Кто ходил посреди семи светильников Кто заходил там, где были хлебопредложения То есть, там, где Что-то связанное с храмом связанное Это был священник То есть, в этой стихе Мы видим Ешуа Который заходит Как священник И выражает себя Ефисской церкви Как священник Как еврейский священник Семь звезд Семь светильников Это чисто еврейские ассоциации Читаем другое Следующий Он обращается Ангелу Смирской церкви Напишу Так говорит Первый и последний Который был жив И сей И сей жив Здесь Мы никакой Еврейской коннотации Вообще не видим Здесь кто-то О ком подчеркивается Воскресение из мертвых Нетто И все Он был мертв И вот он воскрес из мертвых Он победил смерть Кто-то мощный Какой-то герой Мы читаем Дальше 12 стих Ангелу пергамской церкви Напиши Имеющий острый С обеих сторон меч Здесь тоже Никакой еврейской Как бы Введение Введение не видно Что там с чем-то С евреями связано Или что Воин какой-то Который Имеет острый С двух сторон меч Дальше читаем 18 стих Ангелу Феатирской церкви Напиши Так говорит Син Божий У которого Очи как плавень Огненный Как ноги И ноги подобные Халкаливану Опять-таки Какой-то ангел Великолепный Огненные ноги Халкаливан Что-то золото Плавлено Непонятно что Но что-то такое Сверхъестественное Введение Ангелу Сардийской церкви Напиши Так говорит Имеющий Семь духов Божьих И семь звезд Опять семь Возникло Опять какие-то Еврейские ассоциации Ангелу Федельфийской Церкви Говори Так говорит Святой Истинный Имеющий Ключ Давидов Есть здесь Какая-то ассоциация С Израилем Безусловно Корень из Я не буду Дальше продолжать Я просто хочу Показать вам Интересную мысль Каждый раз Когда еще Здесь говорит Кому-то Он себя Именует Другим именем И Всякий раз У него То Образ Очень еврейский То какой-то Такой Общий Международный Я знаете Хотел бы Сделать Такой Дерзкое Предложение Дерзкий Вывод Опять Опять Говорю Можете Не соглашаться С ним Но Писание В моих глазах Абсолютно Четко Говорит Что Теперь Есть Есть Народы Которые Никогда Не нуждались В том Чтобы Становиться В своей Сути Проеврейскими Они И так Были Достаточно Близки И им Нужна была Просто Определенная Коррекция В их вере Чтобы Они могли Стать И смотреть На Господа Нормально Но Были Народы Которые Не могли Выскочить Из Колдовства Идолопоклонства Без того Чтобы Не отвернуться Полностью От своей Религии И не Посвятить Себя Богу Израилева С еврейской Культурой Мы видим Таких Несколько Примеров Я вам Сразу Приведу Вы помните Был такой Иофор Или Итро Этот Человек Был Священником Мадианским Но Он Пришел И как бы Сливается С обществом Израиля Акцентирует На себя Полностью Эту систему Поклонения Так Делал Сирийский Военачальник Нейман То есть Он Берет на себя Путь Как евреи Поклоняются Он даже Землю Взял Он говорит Я вот буду Как ты делай Так и я буду делать Были Люди Которые Отвергали Это Допустим Хананеи Израиль Заходит Туда И они Отвергают И Бог Их просто Смещает Уводит Есть Которые Могут На себя Принять В своем Культурном В своем Культурном Характере Национальном Весть Творце Служите Творцу Богу Всех 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 Миров Без Того Чтобы Слиться С еврейской Культурой А есть Народы Которые Не могли И Вот здесь Я хочу Сказать Немножко Может быть Такое Детское Предположение Я читаю Опять Вторая Глава Откровения С первого Стиха Ангелу Ефисской Церкви Напиши Так Говорит Держащий Семь Звезд Десницы Своей Ходящий Посреди Семь Золотых Светильников Знаю Дела Твои Труд Твой И Терпение Твое И То Что Ты Не Можешь Переносить Разратных И И Спытал Тех Которые Называют Себя Апостолами Они Таковы И Нашел Что Они Лжицы Ты Много Переносил И И Терпение И Для Имени Моего Трудился И Не Изнемогал Но И И Против Тебя Что Ты Оставил Первую Свою Любовь И Так Вспомни Откуда Ты Не Спал И Покаясь Твои Прежние Дела А Если Не Так Скоро Приду К Тебе Издвину Светильник Твой Теперь Что Такое Ефис Это Ефис Это Церкви Это Послание Ефис Это Был Один Из Мегаполисов Мира Сейчас Это Полуразрушенный Археологический Объект Возле Городка Какого-то Небольшого В Турции Но Когда-то Это Был Мегаполис Там Жили Идолопоклонники Которые Поклонялись Чему Только Можно Было Поклоняться Но Кто-то Знает Каким Идолопоклонством Основным Был Ефис Кто-то Может вспомнить В писании Есть упоминание На эту тему Артемида Ефеская Помните Помните Они там Ковали Эти изображения Кто-то Знает Что такое Служение Артемиды Ефеской Артемида Ефеская Или Астарта Ашторет Слышали Такие Имена Это Древний Вавилонский Культ Который Еще Пришел Со времен Доавраамических Религий Вы помните Вавилонская Башня Была Которую Господь Разрушил Тем Что смешал Языки Людей Сутью Культов Которые Были Воздвигнуты Там Было Два Один Служение Ваалу А другой Служение Астарте Один Требовал Человеческие Жертвоприношения А второй Был Полностью Блудливой Религией Плодородия Что интересно Вавилонская Башня Распалась Но вот эти Две Религии В том Или Другом В другой Интерпретации Они До сегодняшнего Дня Поразили Весь мир И Проникают И там И здесь Или культом Сексуальных Аморальных Традиций Которые Сегодня Уже Не Покрывают Религиозным Каким-то Выражением Сейчас Это уже Становится На уровне Либерализма Вот Мы хотим Быть Прогрессивные Как та Или другая Страна Мы должны Сочетать Однополые Браки Прочее 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 Это сейчас Вылилось Просто Или Человеческие Жертвоприношения Мы знаем Что в древнем мире Это было Вообще Легально И законно Сегодня Это выплеснулось В массовые Аборты И вы знаете Что через эти вещи Погибает Огромное Количество Людей Опять Так Не буду На этом Сосредотачиваться Но Культ Артемиды Ефесской Это была Тотальная Религия Которая Одурачивала Людей И держала Их Настолько В плену Что Они не могли Быть Немного Религиозные В плане Поклонения Ефесской Артемиде И познать Бога Израилева По всей Видимости Это мое Предположение Но это то Что я вижу Из текста Когда туда Пришли Ученики Господа Они все Были Евреями То первая Община Которая Там Создалась Это была Община Которая В чем-то Полностью Копировала Еврейскую Общину Начиная От Праздников И не знаю Чем Кончая Мы Исторически Слышали Что В этой Общине Были Такие Люди Как Тимофей Которого Павел Обрезает В свое Время Помните Там Были Апостолы Иоанн Там Была Мать Ишуа Мария И Я Предполагаю Что То Когда Здесь Написано Ты Оставил Первую Любовь Это Не Взаимоотношение С Господом А Это Взаимоотношение Поклонение Богу В Еврейской Системе Вот Так Я Предполагаю Почему Из Чисто Практических Вещей Вы знаете Когда Есть Нормальная Супружеская Пара То Романтические Отношения Такие Вдохновленные Я люблю Я Спать Не могу Чтобы Не думать О ней Или Наоборот Это Проходит После Трех Четырех Месяцев После Свадьбы Все Знают Про Что Я Говорю Да А Все Таки Когда Ты Нормально Живешь В своем Доме Со своей Женой С мужем То После Двадцати лет Или пятнадцати лет Ты любишь Больше Чем Ты любил Раньше Поэтому Сравнивать Что Давайте Вернемся К влюбленности Вместо Жертвенной Любви Нет смысла Я не вижу Вот в этом Стихе Что Здесь Говорится О Ах Таких Вздыхающих Отношениях С Господом Вы Знаете Я Может Быть Когда Пришел К вере Делал Как Человек Который Когда-то Влюбился В свою Будущую Жену Может Больше Тел Движений Как Я Хочу Служить Ему Но Сегодня Я знаю Что Я люблю Его Больше Чем Это Было Тогда Двадцать Лет Назад Так же Как Я Сегодня Люблю Ее Больше Чем Это Было Тогда Двадцать Лет Назад Когда Мы Только Познакомились Я Вижу Что Этот Стих Больше Говорит Ребята Вернитесь Назад К тому Стилю Еврейскому Стилю Потому Что Вам Он Абсолютно Необходим Потому Что Иначе Вас Ефисское Артемидовское Религиозное Поклонение Просто Украдет И Если Мы Читаем Дальше Эти же Стихи Тут Сказано Впрочем То в тебе Хорошо Что ты Ненавидишь Дела Николаитов Есть Такое Понимание Что Дела Николаитов Это Тоже Что-то Связанное С культом Артемиды То есть Оно Там Начало Проникать Но Руководство Той Церкви Ефиси Быстро Распознало Это А это Движение Было Когда Стали Говорить Знаете Люди Как Наша Плоть Живет Сегодня Не так Важно Мы Можем Даже Грешить Мы Можем Даже Прелюбодействовать Это Артемида Это Поклонение Плодородию Все равно Тело Умрет И Потом Воскреснет В славе Это Было Величайшее Заблуждение И Еще Еще Нужно Про это Говорить И в Ефисской Церкви И в Другой Церкви Чтобы Остановить Этот Порок Но Идея Которую Хочу Подчеркнуть Есть Группы Людей Которые Не Могут Поклоняться Богу Оставаясь В своей Культурной Традиции Ты не Можешь Оставаться По Виду Человеком Который Поклоняется Вуду И Служить Господу Еще Но Есть Некоторые Культурные Границы Где Человек Может Быть В этой Культурной Границе Ему Нет Нужды Становиться Евреем Он Может Только Принять Откровение Библейское И Следовать За Творцом Так Вот Мое Мнение Что Сегодняшняя Церковь Общая Церковь Очень Напоминает Ефисскую Она Настолько Хотела Оторваться От Еврейского Корня Что Смогла Это Сделать Оторвалась И Улетела Очень Далеко И Я Верю Что Эти Слова Они Сегодня Актуальны Для Покайся Вернись Назад Вернись К первой Любви Вернись К тому Стилю Который Писание Предложило Я сейчас Не говорю Что нужно Все Прямо Адаптировать Нет Но Во многих Вещах Нужно Просто Раскаяться Измениться Я имею Ввиду В понимании Священных Писаний В понимании Связи С Израилем Ассоциативность С Израилем Сейчас Мы Переходим К Посланию Ефесянам Вернись Вернись Вернись